МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для учащихся Красновской школы прозвенел долгожданный звонок. Свои двери для школьников и педагогического коллектива распахнула новая школа. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирины Нижалова. Избрание нового губернатора Ненецкого округа состоится не ранее сентября следующего года. Напомню, накануне Игорь Кожин объявил о своей отставке. О временно исполняющем обязанности главы региона, указом президента, назначен Александр Цибульский. По сообщению избирательной комиссии Ненецкого округа в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвластии субъектов и уставом Ненецкого округа, губернатор региона будет избираться депутатами окружного парламента. Избрание губернатора должно пройти в единый день голосования следующего года, то есть 9 сентября. Однако в этот же день на территории региона будут избираться региональные парламенты. При совмещении двух уровней выборов в данном случае и согласно федеральному закону депутаты должны будут провести голосование по кандидатуре высшего должностного лица не позднее, чем через 45 дней со дня избрания собрания депутатов. Кандидатов на должность губернатора не менее пяти человек президенту представит губернатор Архангельской области, так как наш регион территориально входит в состав Архангельской области. В свою очередь глава государства предложит депутатам окружного собрания три кандидатуры для избрания губернатором Ненецкого округа, голосование по которому пройдет на сессии окружного парламента. Одновременно с процедурой избрания кандидат на должность губернатора представит в собрание депутатов три кандидатуры, одна из которых будет наделена полномочиями члена Совета Федерации. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский, назначенный на этот пост в четверг президентом Владимиром Путиным, назвал свой регион полигоном для современных технологий. Он отметил, что у НАУ существуют большие возможности для развития умной экономики. Александр Цибульский отметил, что в Ненецком округе есть возможности выстраивания умной экономики, умного города и внедрения всех передовых технологий. Здесь есть полигон для применения технологий телемедицины. Кроме того, надо смотреть вопрос развития потребительской кооперации, особенно то, что связано с коренным малочисленными народами. Александр Цибульский намерен сделать экономику НАУ более современной и не опирающийся исключительно на нефтедобычу и добычу полезных ископаемых. Правда, по его словам, для диверсификации экономики в регионе есть препятствия, суровый климат и труднодоступность. Не намерен в Рио губернатор оставлять и вопросы развития всей российской арктической зоны, которые наряду с другими курировал в Минэкономразвитии. Ненецкий автономный округ, по мнению Александра Цибульского, является одной из ключевых опорных точек. В поселке Искателей полностью завершены работы по благоустройству, которые проводились в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По факту выполненных работ в бюджет муниципалитета перечислена субсидия в размере 5 миллионов рублей, в том числе 2 миллиона рублей федеральных средств. Всего для благоустройства поселка Искателей на благоустройство территории в рамках проекта предусмотрено почти 6 миллионов. На сегодняшний день администрации и поселения освоено 85% этой суммы. Работы завершены на всех трех объектах. Дворовая территория в районе улицы Монтажников и двух общественных территориях. Зоне отдыха по улице Молодежная, Газовиков и детской игровой площадке в районе улицы Строителей. Последний объект будет дополнительно оснащен травмобезопасным покрытием. Это стало возможным благодаря сложившейся в результате конкурсных процедур экономии. По факту выполнения этих работ после предоставления отчетности муниципалитету будут перечислены оставшиеся 900 тысяч рублей. Таким образом, все средства, выделенные поселку искателей в этом году на проект, будут освоены на 100%. В целом, по округу процент освоения федеральных средств по программе формирования комфортной городской среды составляет 19,4%. Оставшуюся часть федеральной субсидии регион получит до ноября, после того, как будут завершены все работы по приоритетному проекту, в первую очередь в окружной столице. На сегодня мэрии предстоит закончить благоустройство двух объектов – дворовой территории в районе улицы 60 лет октября и устройство детской игровой площадки в микрорайоне Старый аэропорт. Администрация Наринмара намерена сделать это до конца октября. Долгожданное новоселье отпраздновали учителя и школьники поселка Красное. Напомню, согласно государственному контракту, здания образовательного учреждения должны были ввести в эксплуатацию еще в 2014 году. Но по ряду причин акта приемки объекта подписали только на этой неделе. За партой в новом доме знаний сели 215 учеников. Несмотря на мелкую морось, этим серым утром вдоль новой школы выстроились все до единого ученики. Кажется, они до сих пор не верят, что больше не надо между уроками перебегать из здания в здание или учиться во вторую смену. Разрезается джокор. Это тот самый случай, когда обещанного ждали три года. И вот он исторический момент. Ребята из поселка Красное впервые переступают порог новой школы. Для малышей 2-го Б первый урок в новых стенах – математика. Ребята весело шушукаются и оглядываются по сторонам. Класс большой и светлый. Мне нравится, что просторно. Много места. После школы зато друг к другу в гости будем проходить. И действительно, теперь ребята будут учиться в одну смену. Этому рады в том числе и педагоги. Открытие школы они ждали не меньше своих подопечных. Мы учились в вторую смену в сентябре. И для второклассников для нас было не очень удобно. А сейчас все мы будем учиться с первой смены. Просторные светлые классы. Все в одном помещении. Большое спасибо за школу. Тысячи квадратных метров под образовательный процесс. Новое здание может вместить до 300 учащихся. Три этажа с большими кабинетами, лаборантскими, актовым и спортивным залом. Кроме того, школа оснащена современным столовым комплексом и пищеблоком. Здесь полностью обновленное оборудование для готовки и обработки еды. Пока еще суматоха такая, но в целом рады. Еще не привыкли, но привыкаем. Здесь условия намного-намного лучше. Образовательный процесс должен был начаться здесь еще в сентябре 2014. Подрядчик все переносил и откладывал срок сдачи. И не раз отступал от проекта. Простыми словами, нарушал технологию возведения и использовал дешевый некачественный материал. Кроме того, при строительстве был допущен ряд серьезных нарушений. Были проблемы с внутренней и внешней электропроводкой. Более того, в новом здании протекала крыша. Сегодня подрядчик заверил. Все до единого огрехи устранены. Много было изменений в проекте. Приходилось многое менять. Поэтому так сильно задержались мои извинения за это. Заказчики объекта даже после трех лет просрочки почему-то верили недобросовестному исполнителю контракта. Из-за доведения школы до состояния долгостроя в отношении главы администрации Заполярного района в августе этого года возбудили уголовное дело. Сразу после приезда в поселок был преда президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова. Тогда он четко дал понять. 30 сентября малыши должны сесть за парты. В этот срок местные чиновники уложились. Сегодня действительно день большой, день грандиозный, потому что такой школы на селе в районе нет нигде. Это самая большая, самая светлая, самая просторная школа, самая укомплектованная помещениями. Уже точно известно, виновники столь затяжного строительства понесут наказание. А в списке замороженных объектов региона одним стало меньше. Красновцы же не могут нарадоваться новой школе. Теперь они будут грызть гранит науки в современном здании, соответствующем всем образовательным стандартам. Жильцам аварийных домов для получения новых квартир придется оплатить все старые долги по коммуналке и содержанию. Проблема повисших долгов за жилое помещение и коммунальные услуги при расселении аварийного жилфонда существует в Наринмаре не первый год. Есть случаи, когда недобросовестные граждане съезжают со старых квартир и благополучно забывают о своей задолженности перед управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Такой проблемы существовать больше не будет. Депутаты городского совета на сессии приняли изменения в положение о порядке реализации жилищных прав граждан-собственников в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. В случае расселения аварийного дома собственнику жилого помещения предоставляется другое жилое помещение, не превышающее размер общей площади изымаемого. В случае согласия собственник заключает договор Мены с администрацией города. До подписания договора Мены ранее собственник был обязан предоставить в мэрию лишь справку о задолженности за содержание жилого помещения по оплате за коммунальные услуги по взносам на капитальный ремонт. Сегодня по решению городских депутатов вместо справки о задолженности собственник должен будет предоставить в мэрию справку об отсутствии задолженности. Таким образом переселить из аварийного дома в новый жильцы смогут только после оплаты всех коммунальных и прочих долгов. Надеюсь, что будет положительный эффект, так как есть случаи заключения договора Мены, когда за старое жилье большие долги, человек, не заплатив их, получает новое жилье, что, мне кажется, вообще неверно. По мнению инициаторов проекта, внесенные изменения положительным образом скажутся на экономической деятельности управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций Наринмара. В прокуратуре Ленинского округа состоялось заседание коллегии, на котором был рассмотрен вопрос осуществления надзора за законностью нормативных правовых актов органов госвласти и местного самоуправления. На протяжении трех лет, которые мы будем анализировать на нашей коллегии, увеличивается количество проектов нормативно-правовых актов, которые поступают от органов государственной власти и от органов местного самоуправления. Это позволяет нам уже на стадии разработки нормативного акта органов государственной власти и местного самоуправления предотвратить принятие незаконных нормативно-правовых актов. Как отметил Николай Егоров, протестовывается большое количество нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. По информации Пресс-службы ведомства, в первом полугодии текущего года было предотвращено принятие 27 региональных нормативных правовых актов и 15 муниципальных, не отвечающих требованиям федерального законодательства или содержащих коррупциогенные факторы. К сожалению, органы местного самоуправления не успевают за изменением федерального законодательства. Нужно продумать систему мониторинга и своевременного внесения изменений в акты, в муниципальные акты. В рамках реализации правозаконодательной инициативы прокуратурой округа ежегодно разрабатываются проекты региональных законов, направленных на устранение пробелов в правовом регулировании и приведении региональной правовой базы в соответствии с федеральным законодательством. Для повышения качества муниципального нормотворчества ежегодно прокуратурой округа разрабатываются модельные правовые акты, направляемые для принятия в органы местного самоуправления региона. Выходные с пользой для здоровья В эти выходные любители здорового и активного образа жизни ожидают сразу два спортивных мероприятия – Всероссийский день ходьбы и велокросс-осенний марафон. О программе предстоящих событий расскажем в материале выпуска. Проверить свои силы и возможности в высоком возрасте. В Наринмаре прошла традиционная спартакиада среди ветеранов и пенсионеров Нинецкого округа. В этом году спартакиаду приурочили не только ко Дню пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября, но и к юбилею известного в округе спортсмена, инициатора и организатора первого окружного спортивного праздника «Северное сияние» Ивана Иосифовича Чупрова. Стрельба из пневматической винтовки, пожалуй, самая любимая дисциплина среди ветеранов и пенсионеров. Попасть в яблочко с расстояния нескольких метров в столь высоком возрасте – это без преувеличения достижения. Николаю Шалыгинскому идет уже 72-й год, а заядлый спортсмен в молодости и бессменный участник спартакиады среди ветеранов и пенсионеров сегодня посещает спортивное мероприятие не только для достижения результатов. Прежде всего, конечно, это общение. Общение пенсионеров. Когда часто это бывает, то интересно, с годами посмотришь, как у кого что. Ну, самое главное – общение. Ну, а потом, конечно, спортивный результат. Тоже интересно, на что ты способен. Ну, мне 71 год. Ничего еще. Еще молодой. Для Евгении Кудряшовой, представительницы женской половины участников, спартакиада – настоящий спортивный праздник. Шанс проверить свои силы и возможности. Прихожу, глаза горят. Просто вот как настроение такое поднимается хорошее. Вот. И очень жду каждый год. Какая любимая дисциплина у вас? Стрельба. А как успехи? Успехи – второе, третье место есть. Ход хожу за первым, никак не могу занять призовое место первое. Кроме стрельбы, участники соревнуются в дартсе, шахматах и шашках. Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков по каждому виду спорта. Традиционно к участию в спартакиаде допускаются мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55. Сегодня в регионе созданы все условия, чтобы окружные пенсионеры могли бесплатно заниматься любимыми видами спорта, посещая секции настольного тенниса, стрельбы и плавания в спорткомплексах «Лидер» и «Норд». Для них выделены определенные часы и дни. Ветераны наши любят приходить на соревнования, любят участвовать. И судьям зачастую тяжелее судить соревнования ветеранов, чем детей. Потому что они тут за каждое очко бьются. Им еще интересно, что там они в свои 70 лет, 75, у нас такие были, что и 80 лет, они еще соревнуются. Им это очень интересно. Организатором традиционной спартакиады выступил Окружной совет ветеранов Ненецкого округа. Благодаря финансовой поддержке компании «Лукойл» спортсмены, занявшие призовые места, получили денежное поощрение. Ирина Цепетова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Для любителей здорового и активного образа жизни в предстоящие выходные состоятся сразу два мероприятия. Всероссийский день ходьбы и велокросс-осенний марафон. Они направлены на привлечение как можно большего числа жителей Ненецкого округа к систематическим занятиям физической культуры и спортом, призваны прививать здоровый образ жизни, а также и популяризировать ходьбу и велотуризм. День ходьбы пройдет в субботу 30 сентября на лыжи-роллерной трассе спортшколы «Труд» возле тепличного комбината «Солнышко». Начало мероприятия в 11 часов. К участию допускаются все желающие вне зависимости от пола, возраста, а также уровня физической и спортивной подготовки. В этом году дистанция едина – 3 километра. Ее можно преодолеть различными способами – обычной, спортивной или скандинавской ходьбой. При этом мужчины и женщины в возрасте от 60 лет и старше, относящиеся к 10-11 ступени комплекса ГТО, могут сдать обязательную норму комплекса – скандинавская ходьба на 3 километра без учета времени. Такая возможность им будет предоставлена в случае их регистрации в единой информационной системе ГТО. Еще одно спортивное мероприятие выходного дня «Велокросс» пройдет на Редмаре в воскресенье в районе Безымянного озера. Место сбора в районе метеостанции намечено на 9.30 утра. Регистрация участников на месте начнется в 10.00. Старт в 11 часов. К мероприятию допускаются взрослые и дети с 10 лет. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.